Будь готов, всегда готов. Пионерская организация с момента своего основания была призвана воспитывать в детях любовь к родине, стремление к знаниям, приобщать их к труду и общественной деятельности. Обычно дети вступали в организацию в начальной школе и продолжали обучаться там до подросткового возраста. Затем, как правило, вступали в Комсомольский союз молодежи. Добрая традиция не канула в лету, и сегодня многие саровские ребята с гордостью носят звание пионер. Пионеры – это люди, которые всегда первые. Они показывают себя только с хорошей стороны и выделяются только в хороших подступках. Они постоянно подают всем пример. Для меня быть пионером – это быть защитником Родины и делать самые великие дела, на которые ты только можешь быть способен. Торжественная церемония с выносом знамени, боем барабанов и главной клятвой для юных саровчан – особое событие. Будущих пионеров пришли поздравить почетные гости. Кто такие пионеры? Это самые смекалистые, ловкие, активные ребята, которые хорошо учатся, помогают старшим, участвуют в самых необходимых активностях в школьной жизни. И поэтому мне очень приятно видеть такое количество ребят, готовых сегодня повязать на свою шею красные галстуки, чтобы продолжить дело пионерии. Вы – наше будущее. И, глядя в ваши горящие глаза, я верю, что наше будущее будет прекрасным. Поздравляю вас! 2022 год для пионерии особый. Организация празднует 100-летний юбилей со дня образования в Советском Союзе и 95-летний в Сарове. В этот день в городе пионеров принимали у Вечного Огня. Локацию выбрали не случайно. В годы Великой Отечественной войны наряду с бойцами неотзанимый вклад в борьбу с фашизмом вносили пионеры. Мы настолько гордились этими галстуками. Мы их носили. Не просто вот в тот день, когда нам их повязывали. Мы носили, сколько лет мы были в пионерии. Потом даже в комсомол. Мы вступали, мы с гордостью носили эти галстуки. В завершении митинга гости праздника повязали ребятам красные галстуки.